В Владивостоке традиционно состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума. Модератор Илья Доронов, начиная заседание, сказал, мир 2022 – это измененный мир. Теперь мы говорим про боевые действия, экономический кризис, а не пандемию коронавируса. Но при этом мир разворачивается на восток. Для России мир разделился на государства дружественные и недружественные. И так получилось, что дружественных государств на востоке сейчас гораздо больше для нас. И именно поэтому роль Дальнего Востока сейчас возрастает. Мы ее, наверное, должны пересмотреть. Дальний Восток – это такие ворота в России теперь, для всех восточных стран. Так первым словом взял президент России Владимир Путин. Он поприветствовал всех ведущих бизнесменов, политиков, экспертов и представителей органов власти. Основной посыл его речи был в том, что ВЭФ укрепляет связи и с давними партнерами ВТР, и с новыми друзьями. Словом, как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. По словам Владимира Путина, для России важно, чтобы экономика Дальнего Востока росла. Здесь реализуются знаковые проекты по биотехнологии, чистой энергетике, судостроению. Объем промышленного производства вырос за последние 7 лет примерно на четверть. В центре внимания, как уже сказал, сегодня, безусловно, восточное направление инфраструктуры, а также развитие международного коридора северо-юг и портов Азово-Черноморского бассейна. Мы об этом тоже не намерены забывать. Что откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки. И, конечно, для встречных поставок из этих стран. Особая тема для Дальнего Востока – авиация. И здесь важна не только доступность перелетов из европейской части России, но и связанность самих дальневосточных регионов между собой. Охват воздушным сообщением как можно большего числа направлений городов и районов Дальнего Востока. Именно для этого мы создали единую дальневосточную авиакомпанию. Сегодня в ее графике уже почти 390 маршрутов. По части из них билеты субсидируются государству. Все решения нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, работы. Чтобы здесь создавали семьи и рождалось больше детей, отметил глава государства. Также в рамках всех инфраструктурных программ должен быть выделен отдельный ресурс на благоустройство дальневосточных городов. В текущем году запущена программа «Дальневосточные кварталы». В ее рамках застройщики смогут использовать преимущества территорий, опережающих развитие, включая льготы по налогам и инфраструктуре, что позволит снизить себестоимость квартир и цену готового жилья, а значит повысить доступность жилья для граждан. С помощью этого механизма до 2030 года планируется ввести в строй порядка 2,5 миллионов квадратных метров. И прошу региональные власти и Министерство Дальнего Востока до конца года провести первые конкурсы, отобрать застройщиков и приступить к проектированию и строительству жилых домов. Далее. Для дальневосточников действуют особые льготные условия по ипотеке. С помощью кредита по ставке в 2% новое жилье приобрели уже 48 тысяч семей. В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста. Дальневосточные регионы испытывают дефицит рабочих рук. Чтобы активизировать подготовку кадров, в колледжах будут открыты 900 современных мастерских до 2030 года. Для подготовки работников культуры и искусства до 2025 года на Дальнем Востоке откроют филиалы ГИТИСов, ГИКО и Театральный институт имени Щукина. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы вновь подчеркнуть. Современная глобальная экономика, вся система международных отношений переживает сложный период. Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжение потенциалов и взаимные выгоды, которые придерживаются наши страны и представленные здесь, и наши друзья в регионе, обязательно возьмет верх. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.